Мы привыкли к тому, что Xiaomi это топ за свои деньги, это максимальная мощность за небольшие деньги, за адекватные деньги, это лучше камеры. Да, понятно, можно смириться, там нет бесплатной зарядки, нету стерео, но обычно мы платили сильно меньше денег, чем Samsung, чем Huawei, и многих этих компаний привлекла. Ну вот Pocophone F2 Pro, про который мы сегодня будем говорить, это прям предатель всего святого. Посмотрим и попробуем найти в нем что-нибудь хорошее, оно здесь есть, ребята. Ну а пока посмотрите, сколько этот смартфон стоит по ссылкам под видео, и на всякий случай, чтобы вас сразу инфаркт не хватил, мы еще нам пару ссылочек на другие смартфоны оставим, в том числе от Xiaomi, чтобы вы посмотрели и не подумали, что совсем все плохо стало в нашем мире, и купили что-нибудь себе нормальное. Останутся вопросы, будете с чем-то не согласны, жду всех в комментариях под видео. Поехали! Плюсов у смартфона, конечно, действительно хватает, но и минусов тоже, к сожалению. Первый Pocophone F1, который был откровением для рынка, Xiaomi решила показать всем, что будет, если взять супермощный процессор, тогда это был Snapdragon 845, и крайне средненькие остальные характеристики. Там был пластиковый дурацкий корпус, там был недорогой дисплей, там была такая дешевенькая, опять же, память, камера, далеко не флагманская. Но и стоил смартфон, очень привлекательный смартфон, пользовался популярностью. Но как популярность относительно, и за все время своего существования смартфон продался партией чуть больше полутора миллионов штук по всему миру. Кому-то мог показаться, что это большая сумма, но нет, ребята, каких-нибудь Galaxy S10 только за один квартал продается 10 миллионов. Допустим, те же самые смартфоны линейки Redmi Note продаются также где-то тоже по десятку миллионов, то есть большими суммами. А здесь всего лишь полтора миллиона. Это мало. Поэтому, видимо, и долго выходил следующий его преемник, но он получился совсем другим, чем Pocophone F1. В принципе, Pocophone F2 Pro это уже знакомый смартфон, это Redmi K30 Pro, продающийся в Китае, но это его глобальная версия. Здесь такой же процессор, здесь такая же камера, выезжающая селфи-камера, никаких челок, вырезов, большая батарейка на 4700 миллиампер, отсутствие влагозащиты, стерео, экран всего лишь на 60 Гц. Ну, в общем, вы уже понимаете, да, такой получается клубок сомнений. Ну, вот внешний вид здесь, пожалуй, что смартфон меня, в принципе, вызывает интерес определенный. Да, глянцевая полностью задняя крышка, стекло закаленное, Gorilla Glass 5 спереди, Gorilla Glass 5 сзади. Конечно, вот царапать это будет сложновато, но рекомендую сразу какой-нибудь чехольчик одевать, если это будет покупать. Очень интересно все-таки сделан модуль камеры. С лицевой стороны все очень хорошо, тонкие рамки по бокам, подбородочек аккуратный снизу, никаких челок, вырезов, ничего лишнего. Есть поддержка двух сим-карт, карты памяти здесь нету, придется выбирать между версиями 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Оперативной памяти, напоминаю, 6 или 8. И, кстати, здесь есть важный нюанс в отличиях версии, потому что младшая на 6 ГБ, у нее оперативная память стандарта LPDDR 4-го поколения. У старшей на 8 ГБ это уже 5-го поколения, как следствие, 5-й немножко побыстрее. Если по разъему зарядки и по единственному динамику отсутствует стерео, пока фон скучен, то вот наличие разъема под наушники здесь приятно удивило, потому что многие во флагманах, да и даже в среднебюджетных устройствах уже отказываются от разъема под наушники, но в пока фоне разъем под наушники еще оставили. За это, честно говоря, пожалуй, что поставить могу и плюс. В качестве экрана в пока фон F2 Pro используется Super AMREAD матрица, диагональ 6,7 дюйма, разрешение Full HD+, в нем встроен отпечаток пальца и никаких вырезов, как я уже упоминал, здесь нет. Пока фон F2 Pro щеголяет всего лишь 60-ти герцовым дисплеем и с этим больше ничего вы не поделать не сможете. Мне кажется, в 2020 году, когда даже Redmi 6 Pro за 20 с небольшим тысяч рублей имеет экран 90 Гц, делать пока фон F2 Pro с 60 Гц дисплеем, это было достаточно опрометчиво. Хотя в целом, функционал дисплея, его качество у меня особых вопросов не вызывает, кроме вот этих герцовки. Есть регулировка цветовой температуры, есть в том числе поддержка функции 10-димминг, то есть устранение мерцания, есть поддержка и темные темы, есть возможность управления жестами. По начинке, на первый взгляд, опять же, у Покафона F2 Pro все очень здорово. Snapdragon 865 с поддержкой 5G, 6 или 8 ГБ оперативной памяти. И здесь вот, как я уже говорил, очень странно, что версии на 6 ГБ как бы оставили у разбитого корыта с оперативной памятью формата DDR4, а уже версии на 8 ГБ уже с LPDDR5. Разница, она не глобальная, конечно, прям сильно тормозить у вас от этого версии на 6 ГБ, которую, кстати, в руках держу, она точно не будет. Смартфон работает быстро, он очень хорош, он совершенно спокойно переваривает все задачи, просто играючи, но, конечно, лучше было бы, если бы здесь стояла сразу везде оперативная память чуточку побыстрее. В Antutu, чтобы понимали, даже версия на 6 ГБ памяти набирает 573 тысяч баллов, больше полумиллиона. Что для повседневной жизни, что для каких-то требовательных задач, игрушек, этого производительности хватит просто за глаза. Любые игрушки на самых высоких настройках, Shadowgun, PUBG, Black Desert, что угодно, асфальт, все будет работать на высоких настройках в 60 кадров в секунду. Больше и не может, потому что экран не поддерживает, но и меньше, несмотря на то, что смартфон будет иногда троттлить, все равно в игрушках вы этого не заметите. И, кстати, все-таки хочу придраться к тому, что смартфон работает несколько медленнее, чем смартфона на аналогичном процессоре. Допустим, у меня одновременно на тесте был Pocophone F2 Pro и OnePlus 8 Pro. Напоминаю, что оба работают на Snapdragon 865, но OnePlus работает ощутимо быстрее, и это явно заслуга не только оперативки, но и в том числе самой прошивки. Поэтому, конечно, прошивку здесь, когда появится Custom, какая-нибудь сторонняя прошивка, наверное, я бы сразу заморочился сменой MIUI. С батарейкой у Pocophone F2 все хорошо. Это аккумулятор на 4700 мА, поддерживается, само собой, быстрая зарядка на 30 Вт. Несмотря на большую емкость аккумулятора и очень современный процессор AMOLED, я могу сказать, что смартфон, честно говоря, ожидал, что будет работать несколько дольше. Нет, даже при активной, прям, насиловать, если Pocophone F2 Pro, хватает его где-то на один день, вряд ли больше. Ну, там, полтора, может быть, если не так сильно гонять. Спасает, конечно, положение несколько, наличие быстрой зарядки. Так, за полчаса смартфон заряжается больше, чем на 50%, и полностью смартфон заряжается где-то за часа полтора. Но при этом у Pocophone F2 Pro отсутствует, в принципе, беспроводная зарядка, реверсивная зарядка. С камерами тоже получилась некоторая несостыковочка. Селфи-камера на 20 Мп, и она выезжает из этого самого корпуса. Выезжает несколько, как-то даже кривовато, я могу это признать, и с разными непонятными эффектами, звуковыми, в том числе, сотовыми. Благо, что они отключаются, эти подсветочки тоже можно отключить. И, в принципе, вот по селфи-камере сильных вопросов у меня нет. Нормальные селфи-камеры, непотрясающие, но хорошие. А вот по основной камере вопросы-таки будут. Основной модуль это 64 Мп с новой матрицей от Sony, у которой площадь больше, чем у предыдущих смартфонов. Флагмана, в том числе, где-то процентов на 40. Светосила 1.9. Дополнительные камеры, это широкоугольная камера на 13 Мп, телевик на 5 Мп и позорнейшая макрокамера на 2 Мп. Я не знаю, зачем макрокамера на 2 Мп в Xiaomi. Это попытка только как раз оправдать количество камер, потому что толк от этой макрокамеры вы точно никакого не словите. Давайте говорить про основную камеру. Не могу сказать, что она здесь плохая. Она хорошая. В условиях дневного освещения, могу даже сказать, больше. И снимки с Pocophone F2 Pro вы с трудом отличите от какого-нибудь OnePlus 8 Pro или Galaxy S20, и действительно смартфон снимает хорошо. Если говорить про вечерние снимки, ночные снимки, снимки, в принципе, в условиях более сложного освещения, в принципе, здесь уже видна разница смартфонов, допустим, того же самого OnePlus 8 Pro, который снимает симпатичнее, детализирование и как-то лучше в тех же условиях, чем тот же самый Bocophone. Нет, снимки, получается, тоже неплохие, конечно, но здесь все равно видно, что это уже просто не уровень. Возможно, проблема в прошивке, еще можно как-нибудь это допилят, но по факту все-таки телефон, как Redmi K30, существует уже не первый месяц, и, наверное, камеры могли бы дотянуть, но, видимо, то ли не хотят, то ли сил не хватает. Честно говоря, не знаю, в чем причина. Камера все равно хороша, это надо признать, но до флагманов все-таки еще грести и грести. А по части видео, пожалуй, вообще у меня есть только вопросы к этому смартфону, потому что я когда только смартфон включил и включил камеру, я обратил внимание на значочек 8К. То есть этот смартфон предлагает снимать 8К, здесь нет ненормальной стабилизации, и даже сам смартфон иногда при съемке этого видео подтормаживает. В принципе, то есть эта функция, ну, по факту не нужна. Более того, даже при съемке в стандартных видео типа 4К, смартфон умеет снимать видео, в том числе в 4К 60 фпс, у него нет оптической стабилизации, есть только электронная. И все равно она работает как-то очень странно. Примеры можете, кстати, оценить сейчас прямо на экране. Смартфон, в принципе, не умеет даже электронную стабилизацию в формате 60 кадров в секунду вообще ни в 4К, ни в 1080. Позорище. Вот по связи есть неоспоримые плюсы, конечно, это наличие поддержки 5G, поэтому если купить этот смартфон, то через 2-3 года вы сможете пользоваться 5G, в том числе и в России, и будет вам счастье. Фактически сейчас, в 2020 году, смысла покупки смартфона с 5G-моделем особо нет. Вы, более того, переплачиваете. Серьезно увеличивает цену этого смартфона именно наличие 5G-модема, который действительно стоит больших денег и смысла от которого, в принципе, нет никакого. Смартфон работает хорошо в сетях 4G, 3G. Качество приема сигнала отличное. У меня вопросов нет никаких. Более того, есть очень приятные фишки. Так, например, Pocophone 2 Pro уже сейчас поддерживает Wi-Fi нового поколения, 6-й, например. В том числе есть прикольные фишки. Это уже, опять же, не относится конкретно к Xiaomi или только к этому аппарату. Ну, например, одновременно этот смартфон отключится к Wi-Fi 6-й сети, 5-й сети и еще мобильный интернет. Совокупная скорость всего этого будет гигантская. Теоретически прикольная штука. По звуку Pocophone тоже немножко обидели. Стерео здесь не поставили. Динамик здесь единственный, хотя и громкий, и сочный. К нему вопросов нет. И, кстати, как уже говорил, порадовало наличие разъема под наушники. Поэтому, пожалуйста, хотите беспроводные, хотите проводные, пользуйтесь, чем удобно. Но по поводу прошивки. Pocophone F1 имел, по сути, свою прошивку отлично от MIUI, хотя функционал был очень-очень близок. Pocophone F2 Pro получил такую же прошивку, как и остальное Xiaomi. Это MIUI 11-й версии, Android 10-й версии. Функционал всем уже давно хорошо знаком. Есть лоббикировка по отпечатку пальцев, есть управление жестами, темная тема. Настройка цветовой температуры. Дополнительные профили по безопасности. Можно создать два рабочих стола. И второй рабочий стол спрятает то, что вы не хотите, чтобы нашли на основном. Но при этом, несмотря на возросшую цену на все аппараты Xiaomi, здесь есть и минусы определенные. Все так же по привычке Xiaomi продолжает ставить на свои смартфоны программы, за которые они получают дополнительные полдоллара-доллар. Это там различные Алиэкспрессы, eBay, Автору и различные игрушки. Причем здесь вот в последней версии прошивки еще как бы есть фантомные приложения. То есть здесь стоит, например, мегафона здесь нету, но значочек под него нету. Нажимаете, мегафон быстренько подгружается, Xiaomi отправляется траншик от мегафона сразу за то, что вы скачали это приложение. И вот как-то так и живем. Стандартно известный MIUI, если пользуюсь этой прошивкой, то для вас ничего нового здесь не будет. Как итог по поводу Pocophone F2 Pro могу сказать следующее. Очень и очень странное устройство. Даже безотносительно цены здесь позиционирование этого смартфона, как даже субфлагмана, очень странное. Нету влагозащиты, нет стерео, нету 90 хотя бы герц дисплея. И при этом смартфоны имеют очень странные минусы, как по камере, так и по производительности. Допустим, тот же самый оперативный память, только 4-го поколения, из-за чего смартфон работает не так быстро, как ожидаешь от смартфона с этим процессором. Поэтому, честно говоря, Pocophone, особенно учитывая его цену, для меня очень загадочное устройство. Ну, извините, друзья, но у нас есть OnePlus, 7T, 8, у нас есть Samsung, Huawei, которые за даже меньшую цену иногда дадут больше. Или как минимум столько же, сколько этот Pocophone. Рекомендую, посмотрите, сколько стоит что-нибудь другое. Не Xiaomi, потому что Xiaomi как-то подняли цену и сделали, мне кажется, это как-то очень-очень-очень странно. Нет, смартфон, все равно, сам по себе, все-таки, ну, хороший процессор, действительно хороший процессор. Хорошая автономность, дисплей классный, камеры выезжающие. Кстати, кого-то, возможно, подкупят то, что нет никаких вырезов, но только из-за этого покупает смартфон, это будет странно. Поэтому по совокупности, честно говоря, нормальный, но за учитывая цену, зачем? Если не согласны, жду в комментариях под видео. Напишите, почему вы не согласны, почему вы готовы купить за эту цену этот смартфон, а не кого-нибудь из конкурентиков за ту же цену и чем-то даже лучше. Если же хотите купить этот смартфон и какой-нибудь другой, то переходите по ссылкам под видео. Угазин Куб.ру, хороший центр, 3 года гарантии. На этом я с вами прощаюсь, я был Андрей, Куб.ру, пока.